здравствуйте мои дорогие друзья сегодня полдня прогуляла ну не так чтобы просто гуляла по городу я ходила по делам с утра встала смотрю чувствую себя хорошо солнышко на улице светит зашла в компьютер на свою страницу посмотреть что там делается в этом фаберлике а ничего там интересного не делается вообще глухо все все глухо косметику можно заказать по тем же ценам с теми же скидками которые в каталоге а вот химии вот этой вот порошков стирального моющего чистящего ничего нету но думаю чего мне сидеть что мне ждать с моря погоды поеду я банк в альфа-банк и узнаю что там с моей картой которая закончилась еще в январе так как мне ее и не заказали и не поменяли поеду вот теперь раз я уже могу значит поеду я узнавать что там с ней но так как у меня все-таки счет в банке есть то мои денежки от этого самого от ютуба конечно они там хранятся в банке с ними ничего не случилось и я могу зайти через телефон посмотреть они на месте и все вот карточкой я за все это время когда я ее в девятнадцатом девятнадцатом году по моему сделала я ее ни разу не пользовалась я всегда когда мне эти деньги приходили оплата это то я их через какое-то время всегда снимала просто мне как-то было надежно чтобы они были у меня дома я их собирала для того чтобы отпуск поехать но не так их там и много если мне за полгода собиралась 100 долларов а вот поэтому появлялась в банке я тоже очень редко ну вот а потом заболела и и вообще денежки остались там лежать конечно если бы они лежали как бы на депозите то шли какие-то проценты и вот сегодня а ну а так они лежали просто так просто не не сняты деньги с карточкой с этой карточкой я могла где-то рассчитываться но так как у меня есть карта приор банка который я могу рассчитываться и я как-то даже и не думала что мне надо вы там какие-то делать эти самые с долларами мы лежали и лежали вот и я уже стала задумываться что может быть мне эта карта и вообще не нужна деньги то все равно приходит на счет в банк карта мне не нужна я даже может быть я могла бы и в этом самом в турции ею рассчитываться но я как-то вы знаете как-то даже об этом и не подумала даже и не подумала я даже кошелек с собой не брала у меня вот эта маленькая белая сумка на кау которой много этих самых карманчиков я так там и хранила деньги как где-то мелкие где-то крупные мне было так удобно чтоб не лишние в ничего лишнего с собой не таскать а вот ну что приехала я девушка посмотрела говорит да у вас деньги на счету есть я говорю я хочу их снять она говорит можно снять только через 10 дней я говорю ну хорошо через 10 так через 10 и потом она говорит мне на что вы можете их положить на депозит дала мне вот такую вот карточку и вот такую вот 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 такую вот бумажку на которой написано что можно на 33 дня положить под 6 процентов по моему она мне сказала альфа вклад на 18 месяцев по 3 и восемь это начиная со 100 долларов не не меньше на альфа вклад в днях на 33 дня на 575 а что то тут больше а там меньше в общем я это надо конечно разбираться в этом во всем я потом это все прочту все посмотрю раньше вы знаете я собирала денежки несколько лет назад может лет пять я да я открывала счет в беларусь банке и собирала доллары был у меня отдельный счет тоже в долларах я их подарила эту я этот счет ну в смысле эту 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 сумму я подарила аришкина свадьбу просто сказала что вот ты можешь прийти и там их снять потом я не снимала и не дарила ей деньги вот и себе всегда собирала и когда мне надо было куда-то ехать тогда я шла в банк и просила чтобы не дала эту сумму мою значит уже приготовили но раньше было как-то это все без проблем придешь даже можно было сразу все это забрать перед отпуском вот а потом что-то вот началась какая-то неразбериха приходишь что у них денег нет то еще что нибудь это проценты стали такие что это даже смешно стало что какой-то в один процент когда пользуются моими деньгами хотя денег конечно у меня никогда не было там бог знает сколько ну лежало там каких-нибудь может пятьсот долларов и все вот но все равно один процент это была ерунда ну и я перестала этим заниматься вот ну вот а сейчас как-то подумала думаю ну что они мне эти сто долларов будут дома лежать тратить я их все равно не собираюсь если такой хороший процент может пусть и полежат немножко как вы думаете как вы мне советуете а сейчас конечно с валютой все вот это вот такое нехорошее дело что а вдруг заморозит потом неизвестно когда их его и заберешь да и после болезни тоже стало какие-то такие вот мысли что вот а потом ариша там проблемы как их снять ладно а быть об этом не будем давайте лучше о приятном ну и сегодня я с альфа банка там вот все это выяснила что карточка мне совсем не надо девушка говорит зачем вам эту брать карту если вы ей пользоваться не будете то 6 86 90 по моему вы должны будете платить каждый месяц а если это то ли раз в год и то людьми каждый месяц слушайте она мне говорила там парень стоял давайте быстрее давайте быстрее как будто бы это от меня зависело а вот ну и пошла я фикс прайс там он рядышком думаю ну как же как же я была здесь рядом с фикс прайсом и не зашла и не посмотрела что там есть и какие там цены и сейчас я вам покажу я немножко там поснимала вы наверно уже видели это видео может не очень там и хорошо у меня получилось но как получилось но я купила все самое нужное было конечно что хотелось бы купить но так как у меня как-то этот раз я не очень рассчитала со своей пенсии сильно много потратила на разные вот вкусности я вам не все показывала мне приносила еще тани приносила еще ала я все покупала эти творожки йогурты конфеты печенье вот я развела очень много денег и поэтому я как-то немножечко так вот присмотрелась и уже когда пришла на остановку посчитала и думаю ой надо было это купить как мне понравились там салфеточки на стол в виде листиков как мне понравились там досточка нарезать на которой нарезать что-то она небольшенькая такая но она такая яркая розовая деревянная так подумала но вот салатик допустим огуречек с помидорчиком можно было на нем на на ней нарезать но об этом я подумаю следующий раз вот 29 мне надо будет опять ехать раньше я туда не поеду конечно вот если будет я может быть и отжалею себе а там скоро уже и пенсия поэтому когда будет пенсия будем рассчитывать по-другому это я тут все ела 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 как вышло из этого худого состояния вот мне всего этого хотелось всего вкусного всего такого поэтому я денег очень много проела за эти месяцы ну что на чего начнем во-первых начнем с туалетной бумаги в прошлом видео я вам рассказывала что у нас в этом три лося вот такой рулончик стоит рубль восемьдесят или рубль пятьдесят который немножечко побольше рубль восемьдесят но все равно рубль восемьдесят и рубль пятьдесят пятьдесят девять копеек пятьдесят девять копеек нигде никакой какого дорожания нет но я не набирала зачем мне надо набирать зачем мне надо их набирать я взяла три штучки во первых я говорю что я думала что там огромные уже цены сейчас фикс прайсе какая мне сумка сумку на колесах я не брала я еще первое время вы знаете просто выхожу осмотреться так скажем чтобы прогуляться не тягая эту сумку по обычная еду фикс прайс значит сумка у меня сначала сложена потом разложена потом я ее тащу уже там с этими самыми с овощами но это очень хорошо что я тогда запаслась у меня в это все есть в холодильнике а этот раз я опять пошла только хорошо еще вот такой вот мешочек взяла это мне в турц нет это мне в египте такой мешочек вместе с моими с покупками подарили вот взяла 33 упаковочке бумаги она конечно быстро израсходовается но очень так слабо накручена но надеюсь теперь я буду ходить сама никого не надо будет просить я еще сержу взяла вот такие губки рубль здесь их пять штучек и стоит они рубль были там и 2 рубля но делать выбор есть зачем за 2 когда можно взять за рубль взяла вот это вот очень мне это нужно чтобы коту под его мисочки подстилать потому что он бывает вытаскивается съезд печенку вытащит с мисочки положит ее рядом и когда вот это вот на полу это постоянно надо затирать постоянно надо мыть пол этого совсем не хочется так взять эту вот салфеточку поменять и мне приятно и коту тоже 4 рубля стоит раньше стоило сколько же она стоила 3 или 250 даже было еще желтенько на думаю желтенько у меня было прошлый раз мешки необходимая вещь в хозяйстве всего лишь рубль рубль 30 мешков не 30 литров 35 литров 35 литров 30 мешков 1 рубль думала может взять 2 поэтому господи ну что набирать зачем на зачем скупать вы знаете в магазине народу очень мало никто не хватает никто сумками не несет хотя этот фикс прайс находится рядом с вокзалом с автовокзалом и чуть дальше железнодорожный вокзал так что можно было подумать что люди приезжают закупаться ничего не скупают вот одна женщина сидела на остановке я очень долго сидела на остановке видно попала в обед автобусов и одна женщина сидит и по телефону раз говорит ой соль всю расхватали уксуса в магазине нету я зашла в магазин мне надо было соли уксус нету зашла во второй нету и думаю вот отсюда и появляется паника и соль есть в магазине и уксус есть в магазине и на рынке есть все это ну вот зачем пускать такую панику а потом естественно вот один послушал другой соли же надо набраться как же без соли а как же без уксуса все есть в магазинах все все у нас есть в магазинах и на магазинах и на базаре конечно где-то что-то дорожает но фикс прайсе я просто удивилась удивилась рубль рубль купила свои бутылочки любимые свои любимые бутылочки смотрю нигде не видно говорю девушка жидкость для снятия лака есть говорю раньше она стоила 40 копеек я говорю а сколько сейчас она говорит и сейчас 40 копеек я говорю давайте мне их 4 вот 4 бутылочки взяла так что на какое-то время мне хватит так ну и что я еще купила мне что-то захотелось вот таких сухариков сухарики а почем сухарики вот сухарики я не помню почем когда-то я их покупала по 33 копейки сейчас они дороже немножечко но почем они то ли 49 то ли 48 то ли еще сколько то ну в общем подорожали но ненамножко взяла со сметаной и еще с чем-то тут это вот этот со сметаной а этот надо сказать вам стейк барбекю они правда это черненькие а эти вроде светленькие ну так вот посидеть у телевизора и похрустеть и последнее да после меня больше ничего нету а вот это вот подорожала взяла вот такую вот шоколадку пористую сливочную коричневую не белую было последний раз я ее брала когда я была последний раз она была рубль сейчас на рубль 25 на 25 копеек она подорожала вот так вот мои дорогие я сходила в фикс прайс такая счастливая счастливая такая довольная довольная как будто неизвестно что тут купила купила все практически такое вот хозяйственное ну такое же нужно иначе ногти уже облезли уже думала как же я теперь перекрашу ногти если нечем совершенно стереть какое счастье что у меня и были что не у меня а в магазинчике были вот эти вот бутылочки мне они вот эта вот жидкость я вам все время рассказываю что она мне нравится больше всего потому что она чудесно быстро снимает лак вот так и мешки мне надо были и эти самые мочалочки мне надо были тоже Таня тут сказала она говорит ой там какие-то дорогие такие я тебе просто одну принесу ну что это одна мне надо обязательно чтобы у меня лежала две губки такие одно для посуды вторая чтобы раковину помыть или помыть газовую плиту я одно и то же не могу не могу посуда у меня должна быть отдельно совершенно ну вот вот немножко поговорила с вами все вам рассказала вот такая вот я сегодня счастливая погода хорошая солнышко на улице тепло я в зимних сапогах потому что у меня здесь не пройти у меня здесь скользута они не скользаются ну нет если завтра куда-то пойду уже сапоги зимние не буду одевать потому что слишком слишком тепло надо раздеваться но говорят еще будет похолодание говорят будет похолодание а уже не хочется уже хочется вообще и пальто и пальто снять и сапоги снять и вообще загорать будем загорать ну на море не поедем значит будем сидеть возле своего водоема пить кофе и загорать все пока до следующей встречи не забывайте не забывайте и